Летом начали, когда первые проколы от нашего дома делать по улицам Бочаги, у нас уже появилось настроение – газ будет. Дома Ларисы Юрьевны Судницыной 70 лет. Большой, уютный, всегда отапливался дровами. А это и копоть, и мусор. Да и протопить все углы в морозы не так-то просто. Поэтому, как только женщина узнала о возможности подвезти газ, подала заявку в Котлас Газсервис. Котлас Газсервис сработал очень четко, слаженно. Наша проблема была только отодвинуть мебель, предоставить место для установки котла, для установки плиты. И больше никаких сложностей не было. Газифицировать Бочагу было в планах Котлас Газсервиса еще два года назад. Все это время компания тянула сеть протяженностью 2,6 километра от Новой Ветки до улицы Садовой в Лименде. Финансирование за счет средств специальной надбавки к тарифам. В этом году за счет средств единого оператора газификации построили газопровод высокого давления, шкафной газорегуляторный пункт и распределительные сети низкого давления по улицам Кутузова и Кобелева. Для шкафа специально построили насыпь. При строительстве был применен метод горизонтально направленного бурения. Всем заявителям я рекомендую до начала работ по газификации начать такие работы, как по подготовке вентиляции, подготовке заземления, потому что это требует техника безопасности в газовом хозяйстве. Если в одни собираются разместить газовое оборудование в теплогенераторной, то им необходимо выполнить ее из негорючих материалов. И также не забывать, что там обязательно должно быть окно. Надеемся, что у нас будут еще заявки с данного микрорайона, и нам удастся повысить его газификацию до 100%. В Котуз-Газсервисе отмечают активность жителей микрорайона. Бочага насчитывает почти 80 домов. Заявки на догазификацию подали почти половина домовладельцев. На сегодняшний день на Бочаге до границ 26 домов построены газопроводы, а в 24 из них уже проведены работы внутри участка. Второй момент, который жители очень хорошо перенесли, это немножко затяжные работы, потому что у нас возникли некие временные трудности. В части прокладки газопровода высокого давления длина газопровода 221 метр, и по этой небольшой длине нам пришлось пересекать железнодорожные пути два раза. Но благодаря взаимодействию правительства Архангельской области, представителя РЖД в Архангельске, в Чигодском, нам удалось быстро и качественно решить этот вопрос. Программа была запущена в прошлом году указом президента, а все работы по бесплатной догазификации до границ дома финансировались ООО «Газпромгазификация». Спасибо большое жителям за активность и терпение. Объект нам оказался сложный технически, непростой. Поблагодарить наших подрядчиков, которые приняли участие, это ООО «КГС», которые быстро и качественно сделали все работы. В связи с санкциями пришлось долго выбирать производителя шкафного оборудования. Сзади представлен шкафной газорегуляторный пункт производства Республики Дагестан, город Каспийск. Каспийский завод точной механики нам предоставил данный шкаф. Мы очень надеемся, что заявленные технические характеристики, те новшества, которые внедрены в шкафу, будут надежно служить нам и населению данного района. Активность жителей в Ачаге отмечают и в администрации города. Услуга «Догазификация» имеет смысл, когда сами жители откликаются на эту программу. Что очень важно, сегодня существуют меры поддержки. Для определенной категории из областного бюджета выплачивается 100 тысяч рублей для компенсации как раз тех затрат, которые они понесли уже на установку газового оборудования внутри дома. Программа работает. Ну, молодцы все. Здорово, поздравляю. Мы благодарны Котлас газсервису, что наконец-таки на Бачаге газ. Планируется, что в 2030 году программа будет реализована полностью. Начали уже работы делать.